18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Когда говорим, надо выполнить. Не давать пустых обещаний людям. Конкретные сроки и выполнение решений. Поручение, которое дал Юрий Поляков во время приема граждан. Анапчане знают, что это сильный шторм плюс текун. Осторожно ветер. Прогноз погоды на Крещенскую ночь, места купания и меры безопасности, которые будут предприняты. Использовать световозвращающие элементы на одежде. Переходить в поезжую часть в установленном месте. Дети на дороге. Рекомендации от ГИБДД – как обезопасить своего ребенка. Глава города-курорта ждет конкретных предложений от энергетиков по обеспечению бесперебойной подачи электричества. Об этом он заявил на сегодняшнем планерном совещании в городской администрации. Также Юрий Поляков запретил делать поблажки тем, кто ведет незаконную торговлю. Теперь любое нарушение будет наказано штрафом. И новый курортный сезон город должен встретить с новым имиджем. Подробнее в нашем материале. Скажите, будет такое, когда-нибудь, что свет не будет, а выключаться месяц, два, три месяца? Это зима сегодня. Да, я понимаю, наверное, некоторые греются, сплиты включают, наоборот тянут. Летом, наоборот, кондиционеры включают. Ну, это же просто, ну, просто нонсенс. А какой-то у нас каждый день через день две-три тысячи людей сидят без света, четыре-пять часов. Глава города-курорта обращается к энергетикам фактически от имени жителей. Те поясняют, в 2017 году они подключили более трех с половиной тысяч новых потребителей и установили порядка шести тысяч приборов учета, которые помогают предотвратить хищение. Такие работы можно проводить, лишь останавливая ту или иную подстанцию. Мы стараемся минимизировать, все зависит. Мы и так, глава говорит сейчас об этом, мы и так стараемся скомпоновать, как можно людей от одной либо установки, чтобы за один день это количество подключить. По словам Максима Снивщикова, закон жестко регламентирует сроки подключения. Юрий Поляков в ультимативной форме потребовал дать ему предложение, как исправить положение дел. То аварийные отключения, то плановые, то аварийные, то плановые. Законы мы знаем. Закон на то и закон, чтобы его исполняли и постоянно давали свет людям. Вот закон, простой. Закон не такой, что я вас отключу, потому что мне надо Васю-то включить. Это не закон. Я вас убедительно прошу, мне предложения дайте какие-нибудь. И что будет у нас в ближайшем светлом будущем? Состояние инфраструктуры – одна из ключевых тем подготовки к предстоящему курортному сезону. В Витязево отремонтируют улицу Рабочую, чтобы разгрузить Черноморскую. Станицу Благовещенскую подключат к новым источникам воды. Прорабатывают сразу два варианта. Параллельно идет зачистка от незаконных объектов. В Витязево из 17 намеченных осталось два. В самой Анапе работают по восьми точкам. Что касается незаконной торговли, то глава города заявил, что административная комиссия исчерпала лимит предупреждений. На всех комиссиях никаких предупреждений, только штрафовать, понятно, да? Никаких предупреждений, никого убаюкивать мы не будем. Все это одни и те же люди, которые нарушают и не санкционируют торговлю. Практика показывает, что любая активная работа рано или поздно дает результат. Так уже пять застройщиков готовы передать в ведение муниципалитета семь помещений общей площадью порядка 270 квадратных метров. Там планируется размещать почтовое отделение, опорные пункты полиции, другие социальные объекты. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Вчера вечером в Цибанабалке произошла трагедия. Автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку, которая шла вдоль центральной улицы. Предположительно, она возвращалась домой из школы. Сейчас ребенок в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимации. Анапские врачи борются за ее жизнь. ГИБДД предупреждает всех участников движения. Будьте предельно внимательны на дороге. Вчера на территории поселка Цибанабалка в вечернее время было зарегистрировано ДТП с участием ребенка, в результате которого ребенок был доставлен в городскую больницу с многочисленными травмами. Отдел ГИБДД призывает пешеходов к соблюдению правил дорожного движения в связи с погодными условиями, то есть темного времени суток, использовать световозвращающие элементы на одежде, переходить в поезжую часть в установленном месте, ни в коем случае не переходить перед движущимся автомобилем, и также перед переходом поезжей части убедиться о собственной безопасности. Новогодние каникулы завершены. Школьники вновь вернулись за парты. Этой категории пешеходов ГИБДД уделяет особое внимание. Будет организовано дежурство около образовательных учреждений и других социальных объектов. Также предполагается проведение специальных рейдов. Сотрудники полиции совместно со специалистами отдела по делам несовершеннолетних будут выявлять школьников, которые нарушают правила дорожного движения. Родители виновников ждет штраф. Отдел ГИБДД в очередной раз призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, быть внимательными при проезде территории, обозначенными знаком «Дети», дворовых территорий, при проезде пешеходных переходов. Вернуть уличное освещение, изучить обстоятельства, при которых фактически во дворе жилого микрорайона может появиться еще одна многоэтажка, и не давать чиновникам администрации пустых обещаний людям. Это лишь некоторые поручения, которые дал Юрий Поляков во время проведения приема граждан. Там кладбище, а дороги до могил 7 метров. Валентина Ивановна живет в станице Гостогаевская на улице Комсомольской. Рядом с ее домом нет света, хотя столбы стоят. Там жуткое состояние, там ни одной лампочки нигде нет. Мы купили фонари, три штуки. Помогите, чтобы их повесили. Чтобы освещение было. Это же все-таки не мой двор, а улица. Глава поручил городскому управлению ЖКХ максимально оперативно решить вопрос. Там пояснили, до ближайшего источника электричества порядка 150 метров. Но для того, чтобы определить подрядчика, необходимо провести конкурс. Берем на контроль. Вот, Армен. До марта, значит, до марта. До 8 марта. Мы приходим, и на 8 марта говорим, вам подарок, а я тебе. Восстановить освещение во дворе попросили и жители 140-го дома по улице Владимирской. К исполнению поручение главы приняли немедленно. Свет нам дали просто в течение трех часов после приема у мэра. Большая благодарность Людмиле Витальевне Печенкиной из ЖКХ. И она просто держала все эти три часа включения света возле нашего дома на контроле. Она всегда была на телефоне и звонила мне просто каждые 20 минут. А я вот ходила и смотрела. Людям, работникам, рабочим большое, большое спасибо. Вместе с тем, разбираясь, почему отключили свет, жители выяснили, что по документам фонари, которые стоят во дворе, находятся на другом участке земли. Когда-то это был единый комплекс, однако застройщик умер. Этот дом достраивает другой инвестор. Рядом за забором муниципальная земля. В апреле прошлого года участок взял в аренду предприниматель, чтобы построить многоэтажный дом. При этом по документам не только стоянка, но и половина проезда находятся на соседнем кадастровом участке. Когда застройщик строил этот дом, начинал строить этот дом, он говорил и обещал людям, что здесь будет детская площадка, парковочные места, зона отдыха. Ну, посмотрите, сколько вокруг домов нет зоны отдыха. Юрий Поляков поручил досконально разобраться в ситуации. В целом же он потребовал от подчиненных быть максимально честными с людьми. Вот мы когда пишем, ну ставьте у себя на контроль, деда, что в 18-м году. Вот помнишь, я тебе рассказывал о примерах с электросетями, в 11-м году сделаем, в 13-м, а я потом говорю, а если в 13-м, ну скажем, что в 15-м. То есть зачем? Скажите сразу, нет такой возможности, когда говорим, надо выполнять. Кроме того, глава призвал городских депутатов активнее участвовать в жизни территории. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа-регион. И снова ЕГЭ. Выпускники средних школ, учащиеся в техникумах и колледжах прошлых лет, желающие сдавать единые государственные экзамены в этом году, должны успеть подать заявление для регистрации до 1 февраля. При себе необходимо иметь оригиналы, ксерокопию паспорта, а также документ, подтверждающий получение среднего общего образования. Следует обратить внимание, что в этом году при поступлении в высшее учебное заведение действительно результаты ЕГЭ за предыдущие 4 года. Заявление можно подать в Центре развития образования по адресу Анапа, улица Ивана Голубца, 13. Информацию по вопросам организации и проведения ЕГЭ на территории Анапы можно получить по телефону 46641 50602 и по телефону горячей линии 8 928 257 2580. Уже через считанные дни все верующие отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне. К этому дню для жителей и гостей Анапы будут подготовлены проруби для купания, кабинки для переодеваний и горячий чай и кофе. Особое внимание уделят вопросам безопасности. Прогноз погоды неблагоприятный. На данный момент мы имеем прогноз на четверг, что в первой половине дня будет сильный юго-западный ветер. Анапчане знают, что это сильный шторм плюс тягу. Безопасность будет обеспечена только в трех, исключительно в трех местах. Это Станица Благовещенская, центральный пляж города Анапы и Малая Бурта. Все остальные территории практически не прикрыты спасателями на сегодняшний день. Мы не можем все 73 километра пляжной территории и все водные объекты муниципального образования. Достаточно сказать, что их только 38 одних прудов накопительных. Поэтому, еще раз повторяю, что это три места, где будут организованы эти мероприятия. Они будут организованы как в рамках безопасности, защиты правоохранительными органами, обеспечено дежурство специалистов здравоохранения и спасателей. Одним из подарков для жителей и гостей Анапы в рождественские дни стал сольный концерт певицы Елены Ждановой в Центральной библиотеке. В программу были включены произведения классиков Римского, Корсакова, Крылатова, Тухманова. Роман Сочайковского и Алябьева вызвали восторг слушателей, а роман соцвели Хризантемы Николая Харита вторили хором. Елена Жданова обладает не только удивительным сопрано, но и даром чтеца. Она сопроводила свои выступления чтением стихотворения о любви, природе, о жизни, слушатели отвечали каждому исполненному произведению горячими аплодисментами. Мне было очень приятно здесь присутствовать. Публика была просто удивительная сегодня, очень теплая атмосфера. Встреча сопровождалась красочной презентацией, иллюстрирующей тематику песен, которая была подготовлена сотрудниками библиотеки. Зрители смогли задать Елене вопросы и получили в подарок диски с записями песен в ее исполнении. Хочется, конечно, слова благодарности сказать прекрасной исполнительнице. Елене Викторовне Ждановой. В общем-то, я впервые услышала ее, и настолько она меня покорила. Вот знаете, просто до слез. Я очень рад, что на нашей кубанской земле есть такой собородок. Елена Викторовна своей красотой и талантом просто покоряет своих слушателей. Все присутствовавшие на творческом вечере просили чаще выступать в Анапе с концертами. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.